Мы протестуем против этого и требуем прямых выборов губернатора. За прямые выборы! За прямые выборы! За прямые выборы! За прямые выборы! Причем не важно само отношение к персонику и вашего. Важно выразить свое отношение к принципу назначаемости губернаторов. Сказать, что уральцы заслужили свободные выборы. Я вас официально предвлюдаю. Все, что вы понимаете, законно. У нас все соблюдали регламент, что призывы таких неправомерных. Также согласно восстановлению правительства области и созрегания пояровок. Критивынские изделия, это будет все. В случае какие-то провокации. То вам сразу началось? Да, что вам отлично. Ну, все, пожалуйста. Спасибо большое. А, слабо, избраться! 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 Мы все ждем закона, который вступит буквально через три дня в силу о прямых выборах. И тем не менее, сейчас наглую протаскивается кандидатура господина Куйвышева. И не суть важно даже, что это бывший полпред, который, кстати, никак себя не проявил. Ни с положительной, ни с отрицательной стороны. Нам важен сам принцип назначения. Мы хотим в прямых выборах. За прямые выборы! За прямые выборы! За прямые выборы! За прямые выборы! Если кому интересна моя позиция, я был категорически против с первого дня. Я эту позицию сейчас официально заявляю. Я ни при каких условиях данную кандидатуру поддерживать не буду. Потому что считаю, что это, ну, еще раз говорю, не в интересах жителей Свердловского областа, а в интересах партии «Единая Россия», хочу сказать, что все те обещания, которые были даны в ходе избирательной кампании 2011-2012 годов, будут свернуты. Так как денег нет, дефицит проблемный, вернее, бюджет проблемный, те программы будут пересматриваться. Все обещания, которые были даны, к сожалению, будут сворачиваться. Но скрывать не буду. Подходят и говорят, уважаемые коммунисты, вы не портите, пожалуйста, праздник. Вот мне интересно, у кого праздник, а у кого, как говорится, поминки. Если на самом деле будут поставлены подобные вещи, что не больше одного вопроса, не больше одного выступления, и если «Единая Россия» попытается всячески, ну, грубо говоря, ущемить регламентные нормы по поводу свободного выступления, свободной задачи вопросов, да, я скажу откровенно, так как у них праздник, я себя считаю чужим на их празднике, и понятно, что я тогда вообще откажусь и не буду принимать участие в этом полагании, извиняюсь за выражение. Что я думаю по поводу митинга? Я считаю, что, конечно, каждый имеет право на выражение своего мнения, я знаю решение фракции КПРФ, они обзвучили его, да, что они будут голосовать против, но на самом деле, на самом деле, несколько это глупо выглядит. Почему? Ну, вот там написано «слабо выбираться» – вопросительный знак. Я говорю, вот давайте уберем вопросительный знак и оставим это как утверждение. Нужно было, если коммунисты себе чуют силу, если Узюганов на самом деле хочет быть руководителем страной, они не имитируют, они борьбу за власть, нужно было в марте выбираться, становиться президентом и вносить нам кандидатуры тех, кого они считают нужным. Это вот эта показуха, потому что в кулуарах на самом деле, даже члены фракции КПРФ в кулуарах говорят, что им нравится кандидат, который мы сегодня будем рассматривать, им нравится Куйвашев, им понравилось, что он встретился со всеми фракциями, в том числе с ихней, и они в кулуарах, они как бы оправдываясь говорят, что мы вынуждены голосовать против, потому что, ну вот у нас есть такое решение ЦК, что по всем кандидатам, которые от Единой России внесены, мы должны голосовать против. Хотя на самом деле в душе они за. И я уверен, сегодня же будет пойменно голосование, что половина фракции КПРФ проголосует, вопреки решениям ЦК КПРФ, и решениям их фракции проголосует за. Вот вы увидите. Я благодарю своих предшественников на посту губернатора Свердловской области Эдуарда Эдуардовича Российского, Александра Сергеевича Мишавина. Это благодаря их усилиям и усилиям их команды. Звание «Опорный край державы» обрело свое новое, нынешнее достойное отношение. Число приоритетов я ставлю рост собственных доходов областного бюджета, отказ от необоснованных преференций и льгот по налогам. С одной стороны, вы должны учиться жить по средствам, с другой, больше зарабатывать, рачительно расчетливо по хозяйству тратить заработку. В соответствии со статьей 43 Устава Свердловской области, решение о наделении гражданина Российской Федерации по намочиям и губернатору Свердловской области принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного собрания Свердловской области. Предложение о наделении Куйбышева Евгения Владимировича полномочиями губернатора Свердловской области ставится на поименное голосование. Решение о наделении Куйбышева Евгения Владимировича полномочиями губернатора Свердловской области принято. Прошу внести в зал Конституцию Российской Федерации и символы губернатора Свердловской области. Присягу губернатора Свердловской области приносит куйбышев Евгений Владимирович. приносит верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности губернатора Свердловской области, уважать и защищать права и свободы и человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Свердловской области. Куйбышеву Евгению Владимировичу вручаются символы губернатора Свердловской области. Начнем с того, что у меня сегодняшнее заседание вызвало достаточно плохие ощущения, я бы сказал отрицательные. По одной простой причине, при наделении полномочиями губернатора, губернатор это высшее должное лицо исполнительных органов власти, субъекта Российской Федерации, в частности Свердловской области, все было до такой степени отрежиссировано, что было прописано, кто будет выступать, с какими текстами будут выступать и так далее. На то есть основания полагать, скажу откровенно, скрывать не буду. Буквально за час-полтора до заседания меня пригласил председатель законодательного собрания к себе и попросила, убедительно просила меня, чтобы я не портил праздник, чтобы я не выступал с трибуны, чтобы я не задавал вопросов. Я говорю, знаете что, Людмила Валентиновна, если вы считаете, что это праздник у вас, да, при наделении полномочиями нового губернатора, и вы не даете возможность выскочить свою точку зрения и позадавать вопросы по итогам его программной речи, да, потому что вряд ли у кого-то из депутатов сложилось ощущение, как мы эти программные его речи будем исполнять. Тогда я считаю, что я чужой на вашем празднике, я просто выйду из зала заседания.